Симон Бхагаватма, 4-я песня, 29-я глава беседы народа царя Прочинабархи, текст 55. Сах, тот самый человек, твам, ты, вичакшья, обдумав, мрегачештита, поведение оленя, атмана, души, анта, внутри, читтам, сознание, Ниячха, сосредоточь, хри-ди, в сердце, карна-дху-ним, восприятие на слух, чат, и чите, в сознании, джи-ги, откажись, ангана-ашрамам, от семейной жизни, Асад-тама, самых отвратительных, ют-гагат-хам, заполненные рассказами о мужчинах и женщинах, Пре-ни-ги, просто прими, хам-са-шаранам, покровительство освобожденных душ, вирама, избавься от привязанности, крамина, постепенно. Перевод текста. «Айщи милости освобожденных душ, которые помогут тебе обрести покровительство Верховной Личности Бога. Послушай меня, избавься от привязанности к материальной жизни». Комментарий Шилл Прохлад. В одной из песен Шилнардамдастакура есть такие слова. Кармаканда, Янаканда, Кевала, Вишерабанда, Амрита, Балия, Эба, Кхая. Кармическая деятельность и абстрактные философские размышления – это две чаши с ядом. Каждому, кто пьет из них, принимая яд за нектар, приходится жизнь за жизнью вести отчаянную борьбу за существование в различных материальных телах. «Такой человек питается, чем попало, и, гоняясь за так называемыми чувственными наслаждениями, обрекает себя на страдания». Это перевод этой цитаты из песни Нардамдастакура. Большинство людей, плоды кармической деятельности и философских размышлений кажутся очень заманчивыми. Многие из них хотят попасть на райские планеты, раствориться в бытии брамана или жить в кругу семьи, удовлетворяя потребности языка и гениталий. Наставляя царя Бахишмана, великий мудрец Нарада, ясно говорит, что ему не следует всю жизнь оставаться в греха с хаашами. В греха с хаашами мужчина во всем подчиняется своей жене. Он должен покончить семейной жизнью, перейти жить в Парамахамсы, то есть начать подчиняться духовному учителю. Парамахамса Ашрама – это Ашрам Верховного Господа, чье покровительство принял духовный учитель. Качества, которыми обладает истинный духовный учитель, перечисленные в Сримад Бхагаватам. Тот, кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него духовное посвящение. Духовным учителем называют того, кто, тщательно изучив священное писание, постиг их смысл и потому способен убедить других в истинности заключенных в них выводов. Такие великие души, которые, отбросив все материальные соображения, полностью передались Верховной Личности Бога, являются истинными духовными учителями. Парамахамса называют человека, принявшего покровительство Парабрамана – Верховной Личности Бога. Если человек получил посвящение от духовного учителя, который является Парамахамсой, то, следуя его указаниям и получив надлежащую подготовку, он со временем избавится от привязанности к материальной жизни и в конце концов вернется домой к Богу. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова «Анганашрамам», «Асаттама ютхагатам» Весь этот мир находится во власти Майи, поскольку миром правит женщина. Мужчина находится под влиянием не только своей жены, но и разнообразной эротической литературы, в результате чего он запутывается в сетях материального существования и привязывается к материальному миру. Сам человек не в силах отказаться от унизительной привязанности к сексу, но если он примет покровительство истинного духовного учителя, являющегося Парамахамсой, то со временем он сможет начать духовную жизнь. Это часть комментариев, потом еще продолжим читать его. Итак, здесь Нарада рассказывает историю. В прошлом также знания передавались аллегорическим путем, потому что философию довольно трудно понять, и язык философии, он может быть, тоже ограничен. Сух, так, сухая логика там присутствует. Логика нужна, чтобы схватить ум, что он именно в этих рамках может упорядочиться, в рамках логических этой систем. Для этого идутся философский подход, и он, задача философии оторвать ум от чувств. Потому что именно чувства лишают человека философского видения, ощущения, эмоций, например. Для этого необходимо отречение, говорится, чтобы идти путем философии гьяны, нужно оторвать свои чувства, забыть родственники, неродственники, то, другое, третье, то есть просто самки, элементы, материя. Надо видеть все это, как устроена материя. А чувства, нам говорят, не материя, это предмет, дорогой предмет, это дом, это золото, видит разницу, это чувства, чувства, это ощущают таким образом этот мир. И вот так он и кажется таким. Но философы говорят, он временный, это то, что ты видишь, это материальная природа, она потом изменится. То, что ты считаешь своим, ты потеряешь любую вещь. Поэтому вот эти приобретения, потери, конечно, будут продолжаться, ты будешь гнаться за этим миражом. Как олень, он слышит звуки красивые, идет туда, на эти звуки, по весне особенно. Это охотник имитирует звук. Задача охотника — поймать оленя. И вот майя, она так же, эти предметы, эти звуки, эти образы, эти касания, вот эти ощущения, человек думает, понимает за реальность. И поэтому даются философские некоторые обоснования. И аллегория так же. Аллегория, что в мире очень много примеров того, как действует иллюзия. То есть на каждом шагу любой из нас также может быть таким примером. Можем рассказать другим о своей жизни, иллюзорный тоже опыт. Как действует иллюзия, как она действовала, как мы совершали ошибки, как мы верили во что-то, потом разочаровывались, в конце концов, подходя к черте уже смерти, мы вообще перестали понимать, зачем все это. Вообще какой-то кошмар. Вся жизнь, целиком, а вдруг непонятно ничего. То есть иллюзия большая, великая иллюзия. И чувства, объекты чувства, они вот человека запутывают. Из всех объектов чувств вот мужчина и женщина самые сильные связи. Это стержень, это иллюзия, вот эти отношения, Митхунья, Бхава. Где говорится о мужчинах, потому что мужчина ищет женщину. А женщина ждет, когда его найдет мужчина. То есть так они устроены. Вот этот мир вращается, вот вокруг этих отношений, много литературы, много кинематографа, все в центре мужчины и женщины. Без этого нет интереса. Вот эта Бхава, она заполняет умы, как говорится, не только женщина, но и рассказы об этом, мысли об этом. То есть все вокруг этого крутится. Здесь как раз об этом речь идет. Царю говорит об этом Нара-дамуне, что он запутался в отношении с противоположным полом. Но он думает, что он царствует при этом мужчина. Царь. Но на самом деле он подчиняется женщине. И даже весь материальный мир подчиняется женщине. Это ее царство. Ее власть тут самая высшая. Дурга. Дурга означает крепость. Это материальная природа. Управляет и супруга Господа Шивы. То есть этот мир принадлежит женщине. Все для женщин делается здесь. Мужчина служит женщине, но он думает при этом, что он наслаждающийся, потому что он наслаждается этой женщиной. Но на самом деле он подчиняется ей через наслаждение. Здесь народа говорит, что постарайся выйти из-под власти женщины и во власть духовного учителя. Таким образом ты сможешь развиваться вверх. Потому что отношение женщины через страсть привязывает к гунам, к невежеству. И тебе нужен духовный учитель. Но здесь, в этом стихе, что указывается? Просто мужчина и женщина. Если мы говорим о преданных, греха с хашами, вряд ли можно применить этот текст. Потому что семейная жизнь обычных людей именно на половой жизни основы, на сексуальной жизни. Но у преданных другой принцип. Регулирующие принципы есть, как бы другие взгляды и цели. Поэтому греха с хашами это может не относиться, человек может оставаться. Греха с хашами, если жена и муж преследуют одну цель, если они преданные, то даже принимать саньясу нет необходимости. Можно и не принимать формально саньясу. Он также говорил ученикам, что я мог бы не принимать саньясу, она мне была не нужна. Но для проповеди, как я это сделал. Чтобы освободиться для проповеди. Люди, сознающие Кришну, в любом ашраме могут быть. Но здесь, говорится, именно основано на половых отношениях к семье. От этого нужно отказаться рано или поздно. Существуют еще другие ашрамы. Для этого ванапраста и ашрам парамахамс или саньяс ашрам. Когда человек должен полностью посвятить свою жизнь Богу. Выйти из-под власти материальной иллюзорной энергии, которую олицетворяет какая-то женщина. Обязательно. Жена ли это? Обычно человек не удовлетворяется одной женой. И он еще о ком-то думает. Если говорить о сексуальной природе, она не удовлетворяется одним объектом. Что касается мужчин. Они могут иметь жену, но думать могут о многих вещах. И смотреть на многих женщин. И вступать в эти отношения в уме с кем угодно. Это материальная природа. Это так действует. Это нужно остановить, говорится, это материальная природа. Как подчиниться Гуру, духовному учителю. Чтобы думать о Кришне, думать о преданном служении. Думать о благе. Ну то есть, встать на духовный путь. Особенно это касается лидеров общества царей. Сейчас нет, может быть, такой должности царя. Но все равно есть лидеры. Управляющий класс. Для них это особенно важно. Быть свободными от этих иллюзий. Потому что, что делает великий человек, остальные последуют за ним. Заманчивые посулы вет, разжигающие в человеке желание попасть на райские планеты или погрузиться в бытие Всевышнего, предназначены для недалеких людей, которых в Багавадгите названы Майя Пахритагьяна, теми чего знание украдено иллюзорной энергией. Истинным знанием обладает тот, кто понимает, что материальная жизнь исполнена страданием. Есть много разумных людей, которые изучают философию Багавадгиты, но они еще не понимают, что жизнь была на страдании. Они хотят видеть какие-то счастья из этой философии. Они говорят, о, реинкарнация, как интересно, я могу стать тем-то, тем-то. Не так вот поверхностно воспринимают. То есть нет достаточного опыта страданий у этих людей, оптимисты называются. Как говорил кто Бальзак, не знаю, что оптимист это плохо информированный пессимист. То есть если больше информации, больше опыта, человек осознает это, что жизнь полна страданий, их гораздо больше, чем счастье. Крохи счастья. Все остальное заполняется каким-то видом страданий или скуки, или просто бытовой жизнью. Что не передает вкус, если так проанализировать. Но вот это ожидание счастья у всех очень сильно, этот оптимизм, вера. За счет этой веры можно видеть, что люди несколько даже счастливы этой верой в этом мире. Хотя на каждом шагу они испытывают какие-то неудобства. Всегда. В любом случае. Если мы сейчас от ума оторвемся и сосредоточимся на своем конкретном сейчас теле, конкретное место времени на теле, оно не наслаждается. Сидит на полу. Тоски. Если еще посмотреть, что там в теле, там точно что-то покалывает, где-то чешется, где-то неудобство. Каждую секунду. Если еще более внимательно рассмотреть, то температура не очень подходит окружающей среде, может быть. Может быть, еще что-то не подходит. И вот тогда, если мы думаем о теле, мы начинаем думать об этих удобствах. Температура, кресло, всякие приспособления, пульты, кнопки. Вот такой путь они принимают развитие. Но ведомец аскеза, они думают, что я буду лучше слушать, когда буду удобно сидеть, не так ли? На мягком. На жестком я не смогу сосредоточиться. Но наоборот, потому что на жестком этот человек сидит, в позе как бы аскезы, он как раз лучше слушает, потому что он алертный становится, готовый. А когда он в комфорте, он засыпает, он не слушает. Он не может уснуть, то есть внимательно слушать. Поэтому вот есть, а чарии говорят, что комфорт отвратителен, но для духовной жизни так. Он сразу расслабляет, настраивает совершенно другие вещи. И люди, живущие в комфорте, им трудно принять философию вот аскеза, контроля чувств, отношения мужчины и женщины, они просто злятся. То есть цель их мягкая постель и золото, хираник ажипу. Это цель такого развития. И материальные страдания нельзя устранить, вот идя путем материального комфорта, потому что страдания имеют тонкую изначальную природу, в глубине души человек страдает. Вот этот момент, никто не знает, что с ним делать, и когда человек доходит до этой глубины страданий, он так или иначе переходит к сознанию Кришны, рано или поздно. Так или иначе. Так или иначе обращается к Богу, говорится. Это первая категория людей, которые обращаются к Богу, это именно причина страдания. Страдания. Я признаю, я теперь признал, что я страдаю, мир страданий, мир временный, мир смерти и рождения. Я осознал это. Я хочу получить ответы на свои вопросы. Хочу счастливой жизни. Не хочу больше страдать. Не хочу больше рождаться в мире страданий. Вот такие вот вещи. И майя, пагрит, агьяна, они изучают веды, но их интересует наслаждение материальное. Что издречит свет. Как достичь райских планет. Как в этом мире жизнь устроить тоже счастливую в материальном мире. И они даже готовы рождаться снова и снова в этом цикле, чтобы снова приходить сюда или на райскую планету. И циклировать вот таким образом. Есть такие мудрецы тоже. Но у преданного, согласно Бхагаву, там другой план. Полностью оставить материальное существование. Земное измерение тоже. Которому мы уже привыкли за это время. Может быть даже к этому времени кто-то уже обрел какие-то ценности здесь. Нажил что-то. Мир становится еще более важным в этом случае. Если есть большой дом, как этот, допустим. И так далее. Мир становится еще ценней. Кажется. Это кажется. Это все иллюзия. В этом доме мы должны развивать сознание Кришны. На земле мы должны развивать сознание Кришны. Чтобы покинуть этот мир и уйти в нужное место. Это плацдарм, где мы сейчас находимся. Где мы решаем свое будущее. Но люди привлечены райскими условиями. Не хотят землю пролететь в рай. Или достичь рая при помощи физических предписаний. Здесь, говорится, это серьезная ошибка. Итак, истинным знанием обладает тот, кто понимает, что материальная жизнь полна страданий. Мы должны принять покровительство освобожденной души, истинного духовного учителя, и постепенно подняться на духовный уровень, избавившись от привязанности к материальному миру. Человечный Швенат Чакроварти Токур объясняет, что Хамса Шаранам – это хижина святого. Как правило, святые живут либо в лесной глуши, либо в простых хижинах. Но нужно понять, что сейчас времена изменились. Жизнь в лесной хижине может быть способствует духовному развитию и благотворна для святого человека, но тому, кто проповедует, особенно в странах Запада, приходится приглашать к себе людей, принадлежащих к разным слоям общества и привыше к комфорту. Поэтому в наш век святой человек должен позаботиться о том, чтобы людям было куда прийти, и чтобы они смогли почувствовать привлекательность в философии сознания Кришны. Человечный Швенат Чакроварти Токур, может быть, впервые в истории стал использовать для проповеди автомобили и строить для святых людей дворцы, только чтобы привлечь жителей больших городов. Вот какой план. То есть идти заглянуть в сознание преданного, практически любого, он может жить в хижине. Через пять лет практики, даже меньше, он готов жить в хижине без проблем вообще. Ничего не нужно. Вот, но в хижину к нам люди не придут получать знания. Люди, привыше к комфорту, высокопоставленные особенно. Вот только приди на экскурсию, посмотреть, как живут несчастные Кришнаиты, благословитель, ну да, с ними все ясно, и конченые люди, да. Нет желаний материальных, что с них взять. Но, если мы сочетаем духовную жизнь с богатством, это привлечет людей. Если вы сделаете божество из золота, многие придут посмотреть на божество. Просто потому, что они из золота. Если это там использованы ламазы, изумруды, драгоценные камни для украшений, пуленепробиваемое стекло на алтаре, экскурсии будут приходить. Что ж там за бог такой дорогой. То есть они материальным образом оценивают тоже какие-то вещи. И многие предные, когда практикуют, у них возникает проблема. Их профессионализм исчезает, потому что они не отождествляются с профессионализмом, как бы считают это ложное отождествление. То есть я имел высокое образование, занимал высокое положение, но теперь я понимаю, что все это проявление ханкары. И все, я больше не могу себя отождествлять с положением, с своими способностями. И они теряют это. Они хотят в хижине жить. Так, так движение нераспространим. Нара Дамуни инициировал одну змею. Кобру. Дал ей наставление, например, инициации, чтобы она никогда никого не кусала. Но кобра поняла, все, я теперь не змея, теперь душа. Кусать не надо. И сразу люди увидели эту кобру, что она не кусает какая-то больная, что ли. То ли зубов лишилась, то ли состарилась, что не кусает. То ли все, кто попала какую-то ночью. И стали ее преследовать. То камнем запустят дети, то палками. В общем, все, она уже на грани выживания, уже не знает, как жить дальше. Вся побитая, израненная. Пришла к гуру и сказала, гурмаградж, с тех пор, как вы дали мне духовное наставление, моя жизнь превратилась в ад. Я же должна была быть счастлива. Но я следую вашим наставлениям, и житья нет никакого. Меня бьют все, кому не лень теперь. Меня ненавидят люди, только потому, что перестала кусать, меня больше не боятся. Нарда сказал, вот глупая ученица. Я тебе сказал, не кусать, не кусай. Но ты можешь делать вид, что ты кусаешь. Ты можешь показать свою природу. Пропад говорил так, на охоте ты лев, а дома ты ягненок. Развлечать эти вещи. Не наоборот, что здесь я лев в сознании Кришны с преданами, а там ягненок. Нет, ты же теряешь себя сделать. Вот иногда преданы путают эти вещи. И теряют все свои способности надолго. Поэтому люди нас боятся и говорят, о, станет кришнитом, все. У тебя и не профессионализма, ты потеряешь все навыки, потеряешь. И в семье тоже у тебя не будет успеха. Что предан себя не отрежуствляют больше ни с семьей, ни с работой, ни со способностями, ни с дхармой. Я душа. Сидящая в хижине, повторяющая мантру и думающая, когда же это все кончится. И когда же выду кришню. Неавторитетно. Не соответствует Бхага Вадхиде. Неправильная практика. И она не принесет должного результата правильного. Рупада говорит, вы думаете, духовная жизнь, добровольная нищета? Вы ошибаетесь. Пандавы были императорами мира. Они обладали всеми богатствами. Но они были велики. То есть преданы почему-то руководствуются именно вот этим понятием. Понятием нищеты. Но Бхага Вадхиде, когда принимал высокопоставленных людей в Индии. Каких-то там лорды, не знаю. Там же были англичане тогда, которые автомобили принесли в Индию. Вот они на автомобилях, на аэропланах уже летали. Одевали всякие одежды соответствующие. Выглядели соответствующие. Когда он приглашал таких людей для общения, он нанимал поваров и говорил, приготовьте для них мясо, они не вегетарианцы. И за одним столом они ели простата, им подавали мясо. Чтобы эти люди не чувствовали дискомфорта в беседе. И он тоже начал ездить на автомобилях, летать на аэропланах, носить тоже такие западные одежды, трость. И многие с Аняси ему сказали, что ты делаешь? Ты с Аняси? С Аняси лучше ходить босиком вообще. В одной колпине. С командалой чаши для подаяния. Нищем должен стать. А он привел из шастр слова юбтаварагия. Я вас пришел научить, как все можно это занять в служении Кришне. Все свои способности, все свои деньги, дворцы, все богатства мира. Пандавы были такими. Эта духовная жизнь стала выглядеть чем-то жалким, искусственным. Вот человек неудачлив в жизни, понял, что он страдает, все страдают, все умирают. Отрекся и плачет там потом всю жизнь до смерти, повторяет свои молитвы. Ничего делать не может. Собственно говоря, если кто-то такой путь выбирает, это не проблема. Но это не замысел движения. Движение мы так не построим. Движение, значит, нужно занимать все в служении Кришне, все, что возможно. Итак, бояться проповедовать, использовать свою природу не нужно. Нужно использовать свой разум, свою природу, свои способности. Со временем это совершенствуется. Вот в чем как бы смысл. Здесь говорится слово постепенно. Постепенно это происходит. Когда преданные хотят ускорить свой духовный рост, они начинают отвлекаться от вещей, семей и так далее. Нет, не так. Это нужно наоборот делать. Нужно привязаться к Кришне. Постепенно означает использовать свои способности. Как раз их занять в служении Кришне, а не отказаться от способностей. Постепенно, постепенно, так же, как ребенок учится ходить, способность ходить у него есть. Об этом свидетельствует то, что у него есть ноги. Ребенок рождается с ногами, с руками. Значит, мы видим и знаем, он пойдет. Немножко практик, немножко развития. Начнет ходить. Так же, любовь к Богу, она уже дремлет, уже есть. Это тенденция любить, есть в сердце живого существа у каждого человека. И понятно, что мы разовьем эту способность любить. Нужна некоторая практика. Для этой практики нужны те же самые инструменты. Руки, ноги, глаза, уши, то есть человеческое тело. Человеческое тело – это анардха, правопады говорит. Это не душа. Это набор недостатков, анардха. Это любое материальное тело, анардха для души. Но оно предназначено, это анардха, для ардхи, для благотворной духовной деятельности. Это ее предназначение, в этом наша удача. Это не тело животного. Даже не тело райского жизни, предназначено для наслаждения чувственных, высоких. Это для аскезы и познания Бога. Это тело мы получили, и теперь мы должны научиться занимать эту анардху. Это ложное эго тоже. Это тоже ложное проявление. Наша природа – это все ложное эго. Но оно предназначено для того, чтобы мы заняли его, чтобы постичь свое истинное эго. Поэтому подавлять эту природу запрещается. Человеческую природу. Но ее нужно направить бережно, воспитать, взрастить, любовью, поливать, святыми именами, говорится. Это священное рождение. При этом многие-то искусственные понимают, что нужно отказаться от половины своего тела. Но здесь говорится постепенный процесс. И в Бхагавадгики тоже говорится в шестой главе, что ум достигает самадхи обязательно, обязательно, шаг за шагом, постепенно. Так же, как ребенок сразу, если встанет на ноги и побежит, он разобьет себе голову. Мы не можем достичь такого совершенства, быть чистыми парамахамсами. Сразу же встал, встал парамахамс, просто потому, что бросил семью и бросил работу. Это ложное эго как раз. Это как раз все не соответствует правилам предписания святых людей. Человеческое тело нужно относиться к нему бережно. В плане здоровья, в плане умонастроения, в плане природы. И взращивать. Для этого нужно духовно учить. По этой причине. Не то, что все, что с головы взбрело, я буду делать и достигну результата, начитавшись какой-то литературы. Нужно еще правильное руководство. Мы слышим о парамахамсах, но в страсти, если я слышу слово парамахамса, в страсти, я думаю, я стану парамахамсом. Это страсть. Как быстрее стать парамахамсами? Сразу выбираем высшую цель и сразу стремимся, сразу встать на этот уровень. Это страсть означает. Но постепенно означает получить вкус развития сначала нужно духовно. Прежде чем о достигнем цели, нужно получить вкус развития. Вкус начинается с того, что мы осознаем, что я слуга Кришны. Если вам это приносит счастье, одна мысль, что я слуга Бога, слуга духовного учителя, значит, вы на правильном пути. Это хороший начало. Не так, что пока я не стану парамахамсом, я несчастлив даже в обществе преданных. Даже успевая, принимая просад, я не чувствую счастья, потому что я хочу стать парамахамсом, у меня карьера. Я не успеваю, понимаете. Мне нужно положение. А мне нужно получить счастье, счастье развития, сначала счастье отношений. Если одна мысль того, что я слуга своего Гуру и слуга Кришны приносит счастье, это хорошее начало. Это только начало можно называть. Следующий шаг счастья приносит моя практика и мое само служение. От самого служения, от практики я тоже чувствую счастье, оно захватывает мою душу, мою ум, мои чувства. Это потрясающий процесс. Это значит правильный путь. И даже человек не замечает в этом счастье, что достигает уровня парамахамса. И когда его называют парамахамсом, он говорит, нет, я просто слуга. Я счастлив, что я слуга своего Гуру и Кришны. Какой я парамахамса? Он избавляется из всех этих иллюзий, ложных отождествлений. И это так и есть. Я слуга, но это очень возвышенное положение, вы слуга Кришны. Это великое счастье, это блаженство, говорится. Это правильный путь. Но когда предыдущий страсти сразу хочет шагнуть в духовный мир, и в него не получается, и снова не получается. Он все равно говорит, ну как же это сделать, ну как же это сделать, ну почему не получается, ну когда же это будет? Неправильно практикует, неправильно думает. А тогда о чем он думает? Здесь говорится. Дело все в том, что привязанность к женщинам две стороны. Одну сторону, что человек хочет общения этого, хочет этого контроля, любит этот контроль, что приносит ему чувственное наслаждение. С другой стороны, когда он соприкасается с философией сознания Кришны, вторая сторона медали открывается, он начинает чувствовать отвращение к этому. Как бы обвинять противоположное полуэта. Это одна медаль с двумя сторонами. Привязанность к отвращению. Привязанность к отвращению. Это все невежество. Медаль невежества. То есть человек любит женщин, но хочет Кришну. Он узнает, а женщина – это великое препятствие. Враг сознания Кришны моего. Начинает ненавидеть женщин. Кто он их любил, теперь ненавидит. Любовь и ненависть – это одна материальная платформа. Он никуда не продвигается на самом деле. Он думает, что продвигается, возненавидев женщин или мужчин, как угодно. То есть не в этом дело. Папа, научись занимать деньги и женщин в сознании Кришны. Вот это ценность. Деньги – это ценность. Но женщин – это еще большая ценность в сознании Кришны. Если их правильно занять в сознании Кришны. Это вдохновляющий фактор в материальном мире и в духовной жизни. Тоже немаловажный фактор – лакшми. Лакшми. Энергия – лакшми. То есть нужно иметь эти знания, как правильно общаться с этой материальной природой. Если мы это для чувственных наслаждений, здесь говорится, нужно немедленно это прекратить. Это опасно. Это добровольный пить яд. Но и отвращение чувств к материальной природе – это другая сторона привязанности. Поэтому кандидат для бхакти-йоги – это тот, кто не привязан к этому миру и не ненавидит его. А нейтрален, добрый ко всем. Без чувства собственности. Человек может быть добрым только тогда, когда избавляется от чувства собственности. Если есть чувство собственности, он либо ненавидит, либо привязывается, конфликтует. Поэтому постепенно, чтобы двигаться в сознании Кришны, нужно освободиться от чувства собственности. Если мы с чувством собственности… Представьте, собака на цепи. Цепь. Крепко привязана к этой столбой или будке. Иногда она рвется, бросится на кого-то. Бх! И цепь. Никуда она не может уйти. Привязанность-то осталась. Она рвется, цепь натягивается. Но это невозможное чувство. Эти материальные привязанности. Чувство собственности. Опасно даже. Да, собаки может быть это грубое животное, да. Но человек, если так рванется, он упадет без сознания. От такой привязанности. Сразу рванется к Кришне с материальными привязанностями. Он себе голову сломает. Много попыток неудачных, посмотрите. Почти каждый человек. Я помню, как вышла книга. Я не помню, эта книга вышла еще до революции. Читал об этом. Есть книга «Иисусовые молитвы». Она произвела революцию в России. Один странник написал ее свой опыт. Так и называется, по-моему. Записки странника. Откровение странника отсутствовему духовному. А «Иисусовые молитвы» о практике. Он написал свою жизнь. Вкратце, что он родился в какой-то деревне. Потом его женили. Жена была у него хорошая. Но потом она умерла. Жена молодая. Жизнь так сложилась у него. Умерла, говорит, я просто взвыл, говорит, от коря. Не знал, что делать. Потому что, ну, еще и хозяйство, и без жены, и тяжело, и дом. Детей не было, говорит. А потом у меня еще рука заболела, и она постепенно отсохла вообще. Ну, и так я вообще не стал никуда не вводим. Без семьи, без здоровья. И меня, собственно, никто работы, говорит, и не занимал такого человека. Я, говорит, стал свободен. Вот так судьба его повернулась. Трагически, но это было начало его новой жизни духовной. Он, собственно, читал Евангелие, и там была написана одна фраза, которая его вот сильно потрясла. И всю жизнь посвятил вот этой фразе понять, что это означает, что молитва же быть постоянная. Я думаю, что же такое постоянная молитва? Буквально нужно понимать. Ведь мы же можем спать, заниматься какими-то делами, работать. Ну, что такое постоянная молитва? И он ходил вот с этим вопросом, всем докучал. Кого видел, там, с крестом на шее спрашивал, или заходил в церковь к священникам. Ему что-то отвечали, но никто не мог объяснить, что такое постоянная, круглосуточная, ежесекундная молитва. Кто-то говорил, что просто в церковь ходи регулярно, или просто молись, как умеешь. Но однажды один человек ему сказал, что есть пустынники, есть такие отшельники христиане, то есть они не живут в миру. И вот они молятся постоянно, спроси у них. Они действительно постоянно погружены в молитву. Он шел на поиски, он, знаете, там прошел всю Сибирь по тем временам, пешком. Пешком, да. И с волками там приключения были, ну, это было очень опасно в те времена. Ну, странники тогда были привычны, странники ходили тогда по России. Вот, ищущие Бога, люди были к этому привыкшие. И были другие странноприимные, их называли, этих странные называли, от слова «странник», «странный». Не от мира сего, значит странный, странник. А были странноприимные, это богатые люди, которые любили этих странников, приглашали в Дамасовый, давали в ночлег, пищу давали, в дорогу отправляли, других там в другом месте принимали, там обувь меняли, помогали им искать Бога, так сказать. Люди были набожны. Вот, были странные, странноприимные в то время. Потом после революции уже не стало странных людей. Все стали нормальными. И странно-приимных тоже не стало, конечно, раз нет странников. Но вот в те времена вот такая жизнь была. И он ходил и нашел одного пустынника. И тот ему рассказал буквально, как систему йоги преподнесся. Это не знаю, когда я читал. Как сидеть, как дышать, в каком настроении повторять Иисусову молитву. О четках рассказал, как перебирать. И там 20 тысяч раз, мы меньше немножко повторяем. Не больше повторяли. Более 20 тысяч раз Иисусову молитву в уединении. И вот он у этого... А это его был отец духовный, так сказать, который наставил на путь истинный. И вот он стал повторять Иисусову молитву. И он сказал, что молитва должна войти внутрь. Внутрь, в сердце. И вот тогда она будет постоянно... Вот как сердце бьется. Знаете, да? Что сердце бьется от того, что мы переживаем чувства, но по-разному бьется. Если мы страх чувствуем, оно очищено бьется. Если мы что-то другое чувствуем, то другому бьется. Ритмы меняются. То есть в сердце всегда что-то происходит, какая-то работа. И пока человек вот живет этими вот... Своим счастьем, целями. И сердце, оно бьется в такт, с этим работает. Вот в сердце это все. И вот в сердце необходимо, чтобы святое имя проникло. Он об этом там пишет. А потом, когда он достигает какого-то успеха в воспевании молитвы, начинают проявляться ситхи, чудеса у него. Тоже об этом он пишет. Невероятные всякие истории он пишет. И вот эта книга привлекла миллионы умов, говорится, прочитавшие в свое время. Миллионы людей захотела тоже повстрять Иисусову молитву. Все взяли зачетки тогда. Опять. Таскеды. Люди бросились читать Иисусову молитву. И потом волна отклынула так же, как пришла. Ни у кого не получилось. Такой же результат. Так. Почему, спрашиваются. Люди потеряли веру многие. Вроде бы бросились к духовной практике. Но не было никакого результата. И волна отклынула. Веры. Так же, как это касается нашей практики тоже. Какой-то процент отходит людей. То есть пытаются и даже получают посвященную. Какой-то процент ослабевает людей. И тут мы должны найти причину. Почему? В чем причина? В чем препятствие? В чем иллюзия? В чем иллюзия? Эти люди, например, вот этот пример, который мы привели христианский, или пример Бхагавадгиты, где Аджуна на поле битвы Крукшетра. И мы видим, что прежде чем идет этот важный разговор, собственно, тот, который представляет ценность для людей, он предваряется тем, что обстоятельства описываются, при которых рассказывал с Бхагавадгита. То есть человек, не попавший в эти обстоятельства, не сможет принять практику правильным образом. у меня Арджуна попал в очень сложные обстоятельства. И пока человек не попадет, не осознает, что он находится в сложных обстоятельствах, он не сможет практиковать серьезно. Знаете, как это, вот, дыхание, бутейка. В России такой академик был, в Новосибирске, он открыл дыхание бутейка по системе йоги, вот эти вот, не задержка, а уменьшение глубины дыхания, лечил любые болезни. Те люди, которые были вот обречены на операцию, там, астмы, что-то еще, он лечил этим методом, кого угодно. Но практиковать нужно по три часа в день, это страшная эскеза. Я владею этим методом, я вам говорю, это очень трудно делать. И когда я рекомендую это кому-то, я уже на опыте знаю, это нельзя рекомендовать всем подряд, потому что далеко не все могут справиться с дыханием. Это не для каждого, это трудная задача. Но, он сказал, каждый человек, кто обречен на смерть, хорошо практикует этот метод. Любой. Если он знает, что у него болезнь неизлечима, он прекрасно его практикует, легко осваивает. Как только у него улучшение начинается, он говорит, это очень трудно, больше не могу. Удивительная вещь. То есть этот метод применим для людей самых тяжело больных. Как только у человека какое-то облегчение, он сразу отвергает эскезу любую. И вот вопрос, как же это принять? Как же это принять по-настоящему, чтобы обрести вот этот плод любви к Богу? Этот человек, у него умерла жена, отсохла рука. И он стал странствовать, как парамахамство, он в отречении жил, смотрите. И он думал только об одном. И он получил то, что хотел. Ява, святника, бутхир, экиха куру, нандана. Кришна в гите говорит, думай только об одном, Аджуна. Преследуй только одну цель. Средоточься только на одном. Вот это называется постепенный процесс. То есть как? Делай все то же самое. В той ситуации, в которой ты находишься, он не создавал эту ситуацию, этот человек. Он попал в эту ситуацию. Аджуна не создавал ситуацию. Он попал в эту ситуацию. Мы не должны создавать проблемы, чтобы продвигаться в создании Кришны. Какие-то искусственные обстоятельства себе создавать, чтобы продвигаться в создании Кришны. Как стать отшельником? Можно просто подумать, а почему бы мне стать отшельником? Это искусственно. Жил один человек, знаете, ленивый. Вообще ничего не делал. Ни семьи поэтому, ничего у него нет. Лежит в своей хижине соломенный. Там дырка в крыше и даже дырку не может заделать. Но люди все смеются над ним. Лентяй. Все, все, все. Никакого уважения. Деревни нет. Я его это заботил, уважением. Думал, ну как же мне обрести уважение? Вот все смеются, издеваются над мной. Даже дети потешаются. И придумал. Стану-ка я саньяси. Приму саньясу. А что, уже похоже? Я живу как саньяси. Соломена хижина, на бедренной повязке. Ничего нет, работы нет, жены нет, денег нет. Я саньяси. Это надуманная вещь. Сейчас сплошь и рядом, что касается духовной жизни, люди надумывают что-то от ума. Они не слушают, не слышат духовного мчителя. Они что-то надумывают. Они между собой что-то спорят, соревнуются и надумывают. А то, что гуру говорит, они забывают. Как нужно правильно, шаг за шагом, постепенно продвигаться именно к Кришне, а не к своей какой-то надуманной цели. Бога придумать невозможно. Все, что мы думаем сейчас, потом окажется не так. Вот в чем дело. И масса будет разочарований. А если мы хотим Кришну придумать, тоже невозможно. Кришна превосходит, Он выше всех этих вещей. То есть Кришна, это такой дар особый, который придумать невозможно. Это выше всех наших желаний материальных. Это представить невозможно даже. Какой дар можем получить. Все эти надуманные вещи создают беспокойство нашей жизни и жизни окружающих людей. Поэтому, говорится, мирно нужно существовать. Мирно в уме. Мирно с другими. Мирно заниматься преданным служением. Каждый на своем уровне. Не завидовать, не пытаться куда-то ставить на другую платформу сверх времени. И быть счастливым человеком. С самого начала человек понимает, что он слуга Бога. Он очень счастлив уже этой мыслью. Это и есть правильное начало. И так вот это думание. Думание и бытие очень отличаются друг от друга. Надумать можно много. А вот бытие наше окружающее осознать очень сложно. Все оно придумано в нас уме. Поэтому мы следуем за шастрами, за наставлениями. И одно из настроений правопады, что человек должен быть счастлив, воспевая святым именем, значит, должен быть счастлив. Он должен гнаться за положением. Или подражать кому-то. Это гунна страсти. И при этом, когда мы говорим о способностях, данных человеку, это важно занять в служении Богу. Не отказываться от этого. Этому тоже нужно будет учиться. На какое-то время, я помню, когда я пришел в сознание Кришны, я не смог больше заниматься живописью. Та же времени не было. Это, знаете, когда человек начинает обучение, он брамачарий. Он не работает, знаете, он отречен, в обучение погружен. Какое-то время, может быть, это такой период будет, такого отречения внешнего для обучения. Если он затянется, это будет неправильно. Но лучше параллельно учиться и продолжать свою деятельность. Это может быть трудновато, как в ликбе, знаете, человек работает, но еще и вечерняя школа у него. Трудновато. Но таковы обстоятельства. Не упускать нашу квалификацию. Такой материальной жизни мы должны быть тоже квалифицированы. Итак, видите, такая тема тонкая. Тонкая, это касается нашей природы. Материальной природы, но то, что мы получили, человеческое тело, такая редкость. Такая великая удача, что можем просто теперь при помощи речи достичь совершенства и слуха. Вот даются, какая возможность, какие преимущества велики. Просто слушая, можно достичь совершенства. Просто языком знать, что говорит, достигать человек совершенства. Анардхия, это тонкое тело, оно растворяется, как пища в желудке, говорится в этом процессе, сама, со временем. Прупада знает, он говорит, будут периоды, будут периоды времени, когда будет казаться, что я уже близко к Кришне, уже близко к Нему. Стоит только мне руку протянуть, и я уже вот-вот будет так казаться. Это, говорит, подобно тому, как человек из океана пытается спастись. Вот уже берег, кажется, близко. Вот уже, кажется, руку протянуть можно. Но следующая волна вдруг отбрасывает его назад на такое же расстояние. Что, говорит, делать в этом случае? Говорит, не отчаивайтесь продолжать. Вот такой совет. Как же не отчаиваться, и как же продолжать? Вот для этого необходимо общаться с преданными. Вот для этого. Не для конкуренции, а для того, чтобы вдохновлять друг друга, продолжать этот процесс дальше, глубже. На материальной платформе Кришну достичь невозможно. Поэтому человек будет путать некоторые вещи с сознанием Кришны на этом пути. Побочные продукты называются. Ситхи. Или сатва будут приближаться. И вот эта сатва, она может уже сбить с толку. Человек может подумать, о, я близко к Кришне. Но это просто сатва. Это просто сатва. Или у человека появится способность видеть, слышать друг друга. Он говорит, о, видимо, я одухотворяюсь. Но это тоже сатва. Это побочные продукты какие-то способности материальные могут нас сбивать с толку. Поэтому мы продолжаем слушать. И что же мы слушаем дальше в духовном стиле? Когда асситхи обретаем, когда обретаем какую-то сатву, что-то особое, мы слышим то же самое. Я несу это тело. Продолжая дальше, не обращая внимания, мы слышим то же самое. О, боже мой. Как все просто и все ясно. Раз, что тысячу раз слышал все это. На меня сбивали с толку какие-то мои успехи или неудачи постоянно. Они всегда будут сбивать с толку. Поэтому проводник необходим, да, в этом контексте. Путь долгий, многослойный. О, там можно запутаться, заблудиться, лабиринт вообще. Поэтому лучшее, лучшее средство не сбиться с толку это принять мантру из духовного мира непосредственно. Не с каких-то других планет, вибрации. А из духовного мира мантры держаться за нее и слушать наставление. Как продолжать воспевать? Все события в жизни, которые мы будем с вами переживать, будут влиять на наше воспевание. В каком бы настроении вы ни находились в материальном мире, в этом настроении будете воспевать Святое Имя. Это будет влиять. Но само Святое Имя, оно оттуда, не отсюда. Не из этого настроения. Оно из другой сферы. Поэтому нужно учиться просто слушать звуки Святого Имени, даже когда ум сбит с толку или возбужден, или что-то еще. Все равно мы должны быть доточены на Святом Имени, на играх Кришны, на другом измерении. И так продолжать, продолжать и продолжать этот метод, этот путь. И Байхан Сарасвати говорит, вы не увидите Бога, Бог вас Сам заметит на этом пути. Он вас Сам заметит. Просто увидеть Бога глазами нет. Но когда Он заметит, все будет ясно. Иначе, что можно сказать? Какой вывод из этого? Нужно успокоиться. Перестать подчиняться женщине, подчиняться наставлениям. Если человек не подчиняется женщине, не означает, что он потеряет свою жену. Не так. Наоборот. Жена в этом случае, она привязывается к лидерству мужа. Естественно, когда женщина подчиняет мужчину, она его уже не так уважает. Когда она видит, что он несгибаемый в своих целях, тогда она чувствует в нем настоящего мужчину. этот контроль женщины ослабляет его волю, репутацию, и его отрежествления становятся телесными, непривлекательными. И такая женщина ждет от него просто денег и чувственных наслаждений. Денег больше, чувственных наслаждений. А из-за этого контроля нужно выйти. Нужно слушать, что говорят писания, духовные учителя, и идти в эту сторону. Как говорится, женщина — это как ум, который всегда что-то будет говорить. Вы за рулем, рядом жена — это ум. И вы за рулем должны следить за дорогой. У вас есть обязанность. А она просто смотрит по сторонам. Она не за рулем. И она говорит, ой, смотри туда. Раз туда. А тут встречная машина. Ай, туда. И вот она вас дергает постоянно. Вы ей говорите, молчи. Она, которая молчит, обиделась. Вы можете ехать. Потом снова что-то увидела и снова начинает то же самое. И так постоянно. Что же делать, говорит, что же с ней делать. Она же не за рулем, у нее нет руля. У нас разные функции. И тогда вы делаете что? Вы просто не обращаете внимания. Смотри туда. Вы говорите, да? На займе за рулем смотрите. Туда смотри, видел? Этот тоже. И тогда она начинает уже следить, что же вы делаете. Она говорит, и она уже помогает вам. О, там смотри, видишь, кочка, внимательно. Она уже помогает вам. Видите, ум начинает с вами работать. Да, вот. Женщина ума одинаковая. Мужчина должен быть сосредоточен на цели. Не то, что женщина там заплакала, он, ой, что же с тобой делать, как удовлетворить твою душу. Нет, слезы это ложная. Это нормально защищать, но подчиняться этому не нужно. Нужно следить за тем, чтобы мы были сосредоточены на главной цели. Тогда все получат благо. Что-то хочешь сказать? Время чего? Полдесятого лет выйдем, чтобы здесь быть. Полдесятого выезжаем? Ну, самое время, да, нормально. Пару вопросов, да, как раз будет. Есть вопросы по этой страшной теме. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Вам знакомо? История про Иова, опыт которой в еврейском Иов, что он постепенно терял скорбь детей, жену. И есть просто две версии. Одно говорят, что... Ну, то есть изначальная версия, что Бог, ввиду того, что он был привязан к материальному, то есть когда уже дошло до проказа, и он долго мучился, что он все-таки возненавидел свое материальное существование, таким образом отправил это на ответственность Богу. То есть это первая версия, и что она была не принята... Точнее, не принята особо людьми, хотя она правдивая. Церковь ее переделала чуть-чуть для того, чтобы более благословно... Бог был благословен, и потом вернул ему все эти богатства. Вы знаете, настоящую версию может быть настоящую. Настоящую версию? Да. Ну давайте погрем о настоящей версии. Я бы не хотел вмешиваться как будто в библейские традиции. Там, может быть, есть какие-то искажения, может быть, есть. Но, что касается отношений живой души и Бога, это так. Это правильно. Как бы Бог хочет, чтобы мы оставили этот мир полностью, включая физические воплощения. Сарват Тарман Баритяджа. Мамэ кам Шаранамраджа. Вот этот стих он говорит. Придайся мне одному, оставь все. Просто иди ко мне. Это его желание. Но тогда зачем он создает материальный мир, если он в нем не заинтересован? Собственно, он даже его лично не создает. Это Брама делает, другие, Праджапати. Он сам лично спит в йога-недре. Не заинтересован на самом деле в материальном мире. Но людям, живым существам, дают этот мир в соответствии с их желаниями. Они сами тут творят, у них своя иерархия, полубоги. Они сами уже разбираются внутри живые существа. Но он говорит, оставь все. И как же это все оставить, если человек привязан ко всему этому? Да, могут быть испытания такого рода. Даже на духовном пути человек может привязываться к материальному миру. Даже Брама может привязаться к своему творению материальному. Поэтому что? Существует разрушение. Пролая. Это может быть потери в нашем опыте. Это потери могут быть собственности. Это потери родственников. Это потери здоровья. Пролая. Разрушение. Это факт. Все будет разрушено. Все, что мы видим в этом мире, подвержено разрушению. Потому что Бог не заинтересован в этом творении. В другие интересы. Привлекает туда, в эту сторону. Но с другой стороны, если мы хотим развивать сознание Кришны, путь к Богу, то мы должны иметь какие-то средства, инструменты для этого. И этот же материальный мир не является инструментом. Говорит, вы можете заболеть от употребления молока, злоупотребления, но другим молочным продуктом исцелить себя, йогуртом. То есть то, что является причиной болезни, может стать лекарством. То есть материальное существование причиной болезни, но оно же средство к освобождению. В этом случае Бог дает необходимые ресурсы. Вот такой момент. Поэтому кому-то он может дать богатство, а кого-то может отобрать богатство. Это трудно понять. Он в сердце находится. Он знает истинное благо. Если кто-то получает на этом пути богатство, то если Бог это дает ему богатство, не майя, Бог, значит, это его путь к Богу. Если кто-то отбирает богатство, значит, это его путь к Богу. Иов отдал свою душу в его распоряжение вот таким образом. Ты уж сам решаешь, как-нибудь, бедным или богатым, больным или здоровым. Но важно, что вернуть к себе. Смысл в том, что вернуться к Богу. Как по-разному это может быть? Пандалы были богатыми, как мы сказали. Ну и все времена, все царе, они все равно отрекались, уходили в лес в конце жизни. Они оставляли свои богатства. Они не были привязаны к ним. Потому что были слугами Бога. Спасибо большое, Игорь Магадж. Вот вопрос по поводу цитаты Бахстан Срасвати, его поступка, то, что ради гостей он просил даже приготовить мясо, как-то не укладывается в голове. Это как-то пояснить. Как-то духовный учитель рекомендует вот эти вещи для того, чтобы кармические люди чувствовали себя комфортно, чтобы они могли слушать. зачем нам создавать для них комфорт такими способами? Иначе они не будут слушать. А если они создадут условия для таких людей, они не придут сюда. если не построите какой-то красивый дом, они не будут ценить нашу философию, нашу культуру. Если мы едем в Индию и видим те храмы тех времен, ту культуру, поражает вообще, поражает наше воображение, как люди жили возвышенно, как они ценили красоту. это все как бы побочные продукты сознания Кришны. Все это есть, присутствует. Например, мы когда были в школе искусства в Индии, мы видели, насколько это возвышенно, насколько это возвышенно, насколько это мастерство, какое мастерство, как великие вещи. Они к этому привучены с детства. к такому стандарту жизни. У них все красиво, причем без напряжения. Такова культура сознания Кришны. Она очень привлекательна. Если еще она венчивается любовью к Богу, ничего не найдете. Аналогов во Вселенной нет. Во всех отношениях это совершенство. При этом высшее совершенство в том, что человек не привязан к этим ценностям, а привязан к Богу. Эти ценности они не человек украшают, а человек украшают эти ценности. Поэтому они в то же менее привязаны к этим ценностям. Индусы странный народ в этом смысле. Те, кто обладает таким сознанием. Это как буддистские монахи рисуют эти мандалы порошком месяцами это такая фантастическая красота. Туристы приходят смотрят на все это, фотографируют. Потом приходит гуру и говорит, ну теперь все это выкидывает. Он просто сбрасывает этот порошок, чтобы снова находиться в этой красоте творения, не привязываться к результату. Вот он путь. Не привязываться к результату, быть постоянно в этом процессе служения. И ему сопутствует эта красота. Что касается калий-юги, то люди все падшие. Должны учитывать их падшее состояние. В Индии, если вы в праздник пойдете в храм какой-нибудь в Южной Индии, вы будете стоять там с утра до ночи, прежде чем попадете к божествам на несколько секунд. Люди стоят с детьми, с семьей, располагаются, лежат, спят там в туалет и ждут, 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 чтобы победить божество в день праздник, особую милость получить. Западный человек в такую очередь не встанет. Это люди совсем другие, они материалисты. Стоит столько время тратить, чтобы просто несколько секунд видеть божество, кто вообще ничего не понимает. У них нет отношений. Поэтому правопавла строил склонский храм по-другому. Вы заходите сразу с порога и видите алтарь. Сразу. Широкие двери. А там что? Большой ход, потом уже, 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 и вот пару человек может встать перед божеством, а там тысяча людей. И вот прежде чем прийти к божеству, вы должны вот такой скетку принять. Это в гуне благости храм, когда суживается пространство, и там внутри вы приходите к божеству. А на выходе могут быть широкие ворота золотые. Все исконские храмы построены в страсти. Вы сразу выходите в большие ворота, увидите большой алтарь. Быстрый дашин получили, без очереди, все быстро. Также в исконе очень быстро обслуживают гостей, принимают, учитывая, откуда запады они или откуда, их сразу усаживают, тут же там процессат, мгновенно все делают для них, крест, как и не хотят. Потому что так они будут слушать, услышать что-нибудь. Люди очень привязаны сейчас к комфорту, как к ним относятся. И тогда они либо слушают, либо не слушают. Бывает, что даже слово неправильное какое-то человек произнес, его уже не слушают. Это люди калей-юги. Это называется гнилая интеллигенция. Тоже как браманы, которые могут знать, лингвисты и прочее, но ударение поставили не в то место, а они не могут . Он нам еще и проповедует община. Дарение неправильно ставит слово. То есть это калей-юга. Они не суть больше улавливают, а форму. Форму они внимательно наблюдают, а суть не понимают. Чтобы понять суть, нужно им также форму какую-то преподнести, чтобы дошло до сознания. А когда они суть улавливают, они забывают о форме. Потом другая крайность. Этот маятник раскачивается у нас в Исконе. Батистан Сарасвати знал, что делал. Распространял движения западными и готовил платформы для западного мира. Поэтому устраивал такие вещи. Кроме того, мясо непонятно. Про нас непонятно. А что непонятно? Они же едят мясо. Зачем они пронят мясо? Пусть они там едят мясо, где-то другом и суть. Вот они могли обидеться. Не, мы этому не подражаем. Это Батистан Сарасвати так делал. У него такая духовная сила была. Если ты скажешь, что тут мясо есть, не будем идти мясо ешьте в другом месте, начальство высокопоставленное, они могут обидеться. Нас унизили, назвали мисоедами. Была передача в Омске, раньше они делали регулярную передачу на телевидении, я никого не ем. Вегетарианские там блюда показывали и прочее. Они говорили слово мисоеды постоянно употребляют, что мисоеды, 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 вегетарианские. И люди писали жалобы на телевидение. Нас обзывают на эту передачу мисоедами. Директора вызвала этого преданного и сказали, что-то вы слова подбираете, люди, он смотрите, как переживает, обзывает их, унижает мисоедами. Он говорит, хорошо, я поняла. Начала новую передачу. Добрый день, дорогие трупоеды. Вот таким образом. Очень они это слово не используйте. Сейчас в России идет целое движение против этого слова. Не любят мисоедов не называть. Нас обижаются. На трупоеды не обижались ни разу. Удивительно. На мисоеды обижаются. Трупоеды их просто останавливают полностью. Ум ступор. Трупоед такое еще есть. Мисоед мягкое это что-то спору. Вот такие парадоксы. Не все понятно, что такое сознание Кришны. Не всем понятно, это далеко. Не думайте, что это такая простая вещь. Это не простая вещь. Нужны годы практики, чтобы по-настоящему понять суть сознания Кришны. Его нет в материальном мире. В принципе нет. И когда оно даже есть у кого-то, его все равно в материальном мире нет. Оно не нарушает здесь никаких законов и порядков. Оно просто возвышает. Это трансцендентная, абсолютно духовная вещь. ничего общего с материей не имеет. Не отрезвляйте сознание Кришны с материальным образом жизни каким-то. Одежда, тилака, пища, это все так же материальное можно отрезвлять себя с этим. Это тоже хорошо. Это хорошая вещь, с чем это. Но это все же не сознание Кришны, лишь форма его. Суть другая вся. Суть сознания Кришны абсолютная свобода духовная. Потому что это абсолютная и служение. В материальном мире нет этого. По определению мир зиждется на невежестве. Поэтому здесь форма преобладает над сутью. Всегда. Всегда. Сути здесь нет. Если вы отрезвляете свое сознание Кришны с какой-то материальной формой, это всегда будет ошибка. Хотя мы принимаем эти формы для того, чтобы развивать сознание Кришны, но отрезвлять с ними это ошибка. Первая инициация. Я себя отрезвляю. Значит я стал креден. Так хорошо. Неплохо. Для начала. Можно. Но если развивать это отрезвление, скажите, что будет дальше? Хорошо, что я помню, что я получил посвящение Далобеда. Но если я буду развивать это отрезвление, что будет дальше? Я буду ждать подсчет. Так, что еще? Я буду смотреть по другому тех, кто не инициирован. Не так ли? Это будет иметь развитие. Если это будет отрезвление, если я это использую для того, чтобы двигаться дальше, но если я использую для того, чтобы иметь положение, форму, вторая инициация, я уже начинаю относиться соответствующий с тем, кто не имеет вторую инициацию, только первое посвящение. Я был таким, теперь я выше. Вот если развивать это отрезвление, какую пользу это принесет вообще? Та же самая практика, смотрите, те же инициации, если взять. Если отрезвлять себя с этим и ради этого, то какую пользу это принесет? Никакой. Внешне будет то же самое, а пользы духовной никакой, и результаты не будет никакого. Будет только беспокойство обществу. Поэтому нужно именно стремиться к развитию сознания Кришны. И форму использовать для это. Есть такие мастера из танца разватия, они делали чудеса. Если мы будем подражать их практике, мы можем попасть под влияние материи. Но он был могучным ачарей, он сам знал секрет юктавараги. Под видом юктавараги можно совершить серьезную ошибку. Если нужно еще убедиться, это юктавараги или это не юктавараги, а мои личные прихоти. юктавараги означает, что можно все занять в служении Кришны. Но слово все относится к могущественному преданному. Если человек недостаточно духовно и силен, он не может все занять в сознании Кришны. Так, один преданный перестал ходить на программы. 90 тысяч. Но мы запеспокоились, он получил инициацию духовного учителя, резко стали видеть его и узнали, что он стал общаться с бизнесменами, общаться с ними, чтобы какие-то пожертвования там получать, что-то такое. И приехал его духовный учитель, мы сказали, что ученик ваш сейчас редко посещает программы, киртаны, классы, общается с бизнесменами. Тогда бизнесмен был равно бандиту в то время. Он позвал его, сказал, если я буду общаться с этими людьми пять часов со мной ничего не произойдет плохого. Но если ты будешь с этими людьми общаться пять минут в неделю, ты попадешь под их влияние. Недостаточно силен, чтобы делать такие вещи. Юг Таварага. Сделайте посильное служение. Но бы станции развивать и мог такие вещи. спрашиваешь то же самое всегда. Просто будь счастлив вот этой критерии. О чем могу говорить. так должны закончить так полдесята выехать. Спасибо, что пропадок и чай. Доброе махарад. Доброе махарад. Доброе махарад.